Сегодня я хочу суммировать результаты по нашему исследованию Кохранда по вакцинации, публикованной в 2018 году. Буду говорить и о критике отчётов этого обзора. Вот здесь вы видите титульную страницу. Это профилактическая вакцинация для предупреждения цервикального рака и возникновения предраковых состояний. Опубликован документ в 2018 году, и мы в этом отчёте говорим об эффективности защиты по СИН-2+, СИН-3+, ИС. И мы говорим о повреждениях, о поражениях, связанных с этими типами вакцин. И говорим также о всех поражениях, независимо от типов. Мы определяем также различные группы, а именно женщины, которые имели высокий уровень риска, негативные результаты. И все женщины – это также группа, в которую входят и ВИЧ-позитивные наши пациентки. И мы таким образом наш анализ подразделили по возрастным группам, что это очень важно. Мы, конечно, также должны были думать о вопросах безопасности. В нашем отчёте, благодаря статистической программе, благодаря программному обеспечению, мы изучали относительный риск среди женщин, которые были вакцинированы. И сравнивали их с теми, кто входил в контрольную группу. В литературе очень часто речь идёт о эффективности вакцин. И на самом деле здесь эта эффективность равняется единице минус риск. Знаете, у нас есть высокие объёмы. Да, это означает, что вакцина работает. Если у нас 100% эффективности, то тогда вакцина просто совершенна. И тогда нам приходится вообще уже оставить мысль о инфицировании и о поражениях. У нас было 26 рандомизированных исследований. Примерно 73 тысячи женщин участвовали. На самом деле результаты не были такими уж удивительными. И различные другие отчёты, например, ВОЗ, уже подтверждили, что вакцина работала. Тем не менее, нам удалось к этим доказательствам добавить две новые вещи, которые раньше не были определены. Мы статистически обнаружили статистически значимую защиту вследствие использования определённого типа вакцин. И также независимо от типа ВПЧ. И это было характерно для нескольких изучаемых групп. Кроме того, мы нашли клиническое подтверждение того, что эта защита была также против карцинома среди женщин, которые входили в группу риска. Причём при менее трёх дозах, введённых этим женщинам. Решение состояло в следующем, к тому моменту, что две дозы будут достаточны для девочек в возрасте менее 14-15 лет. Но основывалось это не на клинических данных, а на иммуногенетических данных. Таким образом, нам очень важны были клинические данные. Наш отчёт, Кохран, это документ, толстый документ, большой, объёмный. Сколько там у нас, 280 страниц, что ли? И здесь вы видите очень краткий результат, представленный на одном слайде. Мне хотелось бы объяснить это всё так в общих словах, а потом я более подробно поговорю о некоторых деталях этой таблицы. Здесь у нас есть возрастные группы, разные группы, до 45 лет включительно. У нас есть здесь типы поражений, результаты. Первая группа – высокий риск поражений в связи с ВЧП-16. И мы таким образом определяем здесь вот эту группу, вот эти группы, соответственно, и соотносим их с потенциалом возникновения карцинома. Здесь у нас результаты по инфекциям, да, и такое действие вакцины на протяжении 16 месяцев и доли. И здесь, в этой колонке, вы найдёте здесь группы. Это женщины, которые были негативны по риску. У нас есть следующая колонка. Здесь у нас женщин негативных к 16-18. Но женщины, у которых могли быть другие инфекции. И последняя колонка – это женщины, все женщины. Все женщины, включая тех, кто изначально имели высокую степень риска по ВПЧ-16. И теперь дозы. Да, три дозы – это такой типичный протокол. Женщины, которые получили одну дозу, дозу или больше. И различия здесь рассчитаны с помощью компьютера. И мы получаем здесь одно или два поражения. А здесь вы видите часть этой общей схемы, общей таблицы. Я исключил тех здесь в центре, кто получил менее трёх доз. Для того, чтобы упростить эту схему. Я, кроме того, использовал разные цвета. Вот здесь вот вы видите их по поражениям. Тёмно-зелёный – это высокий уровень защиты. Это означает, что относительный риск ниже, чем 0,10. То есть это означает, что эффективность вакцины выше 90%. И мы здесь, конечно, в средней группе более светло-зелёного цвета у нас тоже есть защита. Но защита на уровне от 0,1 до 0,2. И таким образом защита и эффективность вакцины 80-90%. Ещё более светлый зелёный цвет – это риск более высокий. И здесь вы видите защита ниже, чем 80%. Но всё равно это достаточно высокий уровень защиты, обеспечиваемый вакциной. И так далее. И белым цветом у нас должно быть… На самом деле этот цвет должен быть серым. Я не знаю, почему я использовал белый цвет. Но здесь оранжевый – это то, что случилось. Это не отрицательная защита. Такое у нас не произошло, но могло бы быть, например, качество доказательств от высокого до низкого уровней здесь наблюдаются. И, как вы видите, плюсы соответствуют этому. Мне хотелось бы представить более подробную информацию. И сегодня уже, собственно, она и давалась. Это означает, мы речь ведём сейчас о группе, группе женщин от 15 до 29 лет. Это женщины негативные по ВПЧ. И здесь у нас есть поражения, связанные с ВПЧ-16-18. Мы изучаем эту группу для того, чтобы обнаружить, есть ли у нас такие поражения. И здесь у нас женщины, все женщины по существу, все независимо от их статуса ВПЧ. Но что мы здесь видим? Мы видим, что не все результаты, не все окна здесь имеют определённый цвет. Потому что на самом деле вот в этой группе очень мало результатов с документированными данными. И это относится и к серому цвету также. Вот здесь что мы с вами видим? Мы с вами видим здесь, возможно, отсюда, я надеюсь, отовсюду. Вы видите, что защита от интеропетральной неоплазии, связанной с высоким риском. Здесь вы видите тёмно-зелёный цвет. Это относительный риск. Он является либо очень низким, даже по аденокарциноме. Мы видим здесь существенную высокой степени защиту на 90%, даже 99%. То есть это наивная популяция, так сказать, и очень высокий уровень защиты. Вопрос хороший здесь может возникнуть у нас. Мы включили, когда мы начали эту работу, мы не были полностью уверены, когда нет гетерогенности между двумя вакцинами. Тогда мы данные совместили. Когда такая гетерогенность была, то мы тогда данные распределили. И я вам покажу, каким образом мы представили эти разные результаты. Здесь вы видите пример. Вот здесь молодые женщины, 15-26 лет. Мы смотрим на все поражения СН2, независимо от типа ВПЧ, с которым они ассоциируются. И мы находимся в левой колонке общей таблицы, общей схемы. И мы видим, что по СН2 и СН3 у нас разные уровни защиты. И это означает, что мы получаем разные данные. Что касается СН2, по бивалентной вакцине, видите, у нас исследования проводили. Здесь относительный риск составлял 0,33 и 0,57. Что касается СН3, то здесь у нас 0,08 и 0,10. То есть защита очень хорошая. Два исследования проводились по бивалентной вакцине. Это были испытания, проведенные Патрицией. И японские исследования тоже здесь очень важны, которые дают нам данные о очень высоком уровне защиты. Так что это очень интересные результаты, когда мы смотрим на все поражения и смотрим на различия между вакцинами. Таково может быть или нет. Вот здесь два примера. Два примера результатов по левой колонке. А теперь переходим к той правой колонке, в которой мы включаем всех женщин, всех женщин, независимо от ВПЧ-статуса. Мы видим, что здесь у нас цвет более светлый, зеленый, но более светлый, даже желтоватый. И защита от СН3 20% и риск 0,55. Мы по СН2 видим другой уровень защиты, потому что бивалентная вакцина и более высокий уровень защиты. 0,55 – это, конечно, выше, чем 0,81. То есть у нас здесь, опять же, статистически существенное различие. Если вы кликните сюда на CELL, то вы получите вот эти данные. Я, конечно, сейчас не могу вам все это показать. У меня есть слайды, правда, которые нам говорят о защите от СН2 и СН3 по ВПЧ-16-18. Это женщины в возрасте 16-18 лет, негативная базовая линия, защита в более младшей группе наблюдается. Мы видим, что здесь все вакцины объединены, здесь нет различных данных по вакцинам, здесь 93% защиты. Это очень высокий уровень защиты в этой группе по протоколу. В группе более старшего возраста здесь все равно у нас высокий уровень защиты 84%. Здесь защита от СН2+, если при негативном результате на базовой линии. Мы видим здесь по СН2, здесь различие не такое существенное, но тем не менее мы видим здесь по СН2 и СН2 плюс различие. Здесь бивалентная вакцина и видим здесь более 50% защиты. Но здесь относительный риск. Чем ниже, тем лучше. Кроме того, мы, конечно, изучили и побочные эффекты, помощные действия. И здесь представлены вот эти серьезные побочные явления. Ну, таблица, конечно, сложная, да еще и мелкая, поэтому очень трудно все это увидеть. Все суммируется внизу. Да, риск для вакцинированных против контрольной группы здесь достаточно, да, Юнити здесь тоже включается. Здесь не всегда статистические данные есть, но мы можем говорить о том, что здесь нет повышения риска появления побочных явлений. Вот это наш вывод. Ну, хорошо, мы не включили нановалентную вакцину, потому что эти данные поступили позже, и нам пришлось исключить эти данные, потому что контрольная группа не должна была получать вакцину. Нановалентная группа получала основная работа, это работа Юра, посвященная именно нановалентной вакцине. И они оценили, что нановалентная вакцина может действовать в качестве защиты, если контрольная группа у нас будет невакцинирована против ВПЧ. То есть, на самом деле, трудно все это разъяснить в течение одной минуты, поэтому я просто прокомментирую окончательные результаты. У нас здесь есть два предположения, из которых мы исходим. Защита против СИН-2-2 должна быть примерно на уровне 76-75%. Мы так считаем, это не результаты наблюдения, а это результаты компьютерных расчетов. И перейду теперь к выводам. Для вакцин мы видим следующее, для обеих типов вакцин мы видим, что защита от СИН-2+, СИН-3. И если женщины негативны к этим типам вакцины, если они относятся к группе высокого риска на базовом уровне. Кроме того, мы должны также видеть, и мы это видим, более низкий уровень защиты. Обе вакцины менее эффективны, если применяются в группах, которые уже имеют инфекцию ВПЧ-16-18, позитивные к ним, либо 0-позитивные. Но это стерологический статус, который не сказывается в значительной степени на уровне защиты. В принципе, здесь, конечно, очень важно просто присутствие цервикального ДНК в образцах. В этих группах мы видим существенный уровень защиты, все равно. Если мы с вами посмотрим на различия в уровне риска, то здесь это различие существенным является. Поэтому меньший уровень защиты для женщин более старшего возраста. Двухвалентная вакцина КВТ дает достаточно высокий уровень защиты, если женщина имеет высокий уровень риска и негативный к ВПЧ. Я могу сослаться теперь на недавно опубликованные данные по программе, в которой используется двухвалентная вакцина. И мы также видим, что наблюдение клинических испытаний в шотландской программе дает примерно такие же результаты. Защита с тремя дозами также оказывает положительное влияние, защищает от поражений. Но это только характерно для женщин молодого возраста. Вакцина может дать местные побочные явления, но серьезных системных негативных проявлений нет. Вот это основные заключения по работе по отчету Кохран. Проводилась пресс-конференция в мае 2018 года, на которой присутствовали CNN и BBC и различные журналисты из разных газет. Но через несколько месяцев наши друзья Ларс Йоргенсен, Питер Готча и Том Чеферсон опубликовали работу в журнале, о котором я раньше не знал, «Доказательная медицина». И они представили критику по четырем пунктам. Во-первых, они говорят о том, что мы не учли 20 клинических испытаний, в которых участвовали 48 тысяч женщин. Поэтому у нас определенный сдвиг в наших результатах наблюдается. Второе. Данные по безопасности, по испытаниям абсолютно бесполезны, поскольку женщины в контрольной группе получали адъювантный алюминий или другие вакцины, активные вакцины получали. Клинические испытания говорят о определенной защите от поражений, от инфекции, но не от рака, потому что всякие поражения, инфекцию можно излечить. Но у нас нет никаких доказательств того, что эти вакцины защищают от чего-то более серьезного. И здесь, конечно, возникает конфликт интересов авторов. Они об этом также говорили. Но первый пункт критики. Мы опустили, не учли 20 испытаний. То есть вот этот список не был включен в нашу работу. Тем не менее, они опубликовали ранее индекс по 206 испытаниям коммерческим, некоммерческим, рандомизированным и так далее. И когда мы этот индекс увидели, там было просто 100 испытаний. То есть достаточное количество. И мы сочли, что для нашего протокола можно учесть фазу 2 и 3. И были исследования клинические, которые включали, собственно, данные по этим 48 тысячам женщин. У нас в Кохран мы сфокусировали на литературе, которая была отредактирована и которая получила отзывы людей, которые работают в этой сфере. На самом деле мы ведь не все сами делали. Мы просто приняли целый ряд результатов, которые мы нашли в литературе. Нас они устроили. Если там была определенная незавершенность или что-то было неполным, то, ну что же, наверное, здесь можно кого-то обвинить в этом. Но мы должны также сказать, что когда мы в конечном итоге получили этот список 20 исследований, мы добавили еще два из тех, которые, может быть, опустили ранее. Но если мы посмотрим на этот список из 20 плюс 2, то эти испытания, нужны ли они были нам? Должны были бы мы их включать в Кохран в соответствии с нашими критериями? Или на самом деле, нет, может быть, одно испытание из Африки нам нужно было включить, но там клинических результатов не было никаких. Здесь в этом испытании речь идет только об инфекции, то есть это только обсуждение, и результаты были представлены только в форме дискуссии, а не в форме окончательных результатов. То есть клинические результаты не были задачей этой работы. Кроме того, были исследования, в которых были смешаны мужские и женские группы, и мы не могли извлечь нужные нам данные по женщинам. Таким образом, что также значимо, и я сейчас хочу перейти ко второму вопросу. И мы сравнили безопасность, сравнили побочные эффекты у женщин, которые вакцинировались против ПЧ, с женщинами, которые были вакцинированы от других возбудителей инфекции. И Джефферсон были определены критические публикации. В 2004 году в ланс-инфекционных заболеваниях это был предварительный анализ предварительных побочных эффектов, связанных с алюминием в качестве адюбанта в вакцинах. И он сделал выводы, что нет данных за то, что соли алюминия в вакцинах вызывают какие-либо серьезные или длительные побочные эффекты. Несмотря на отсутствие хороших свидетельств, мы не рекомендуем дополнительные исследования по этому вопросу. Теперь, если вы занимаетесь дополнительным анализом безопасности, когда вы даете полностью инертный продукт, необходимый для каждого продукта, проводить отдельный анализ. И это сделает анализы вакцинации против ВПЧ, крайне дорогим. Мы использовали большое число вакцин за последние 15 лет. Это были миллионы доз вакцины, и никаких проблем с регулирующими станциями у нас не возникало. Ошибки в проведении исследований, которые мы знаем. Ошибки исследований за то, как нам сообщают. Сколько времени еще осталось? 10 минут. Хорошо. Были изучены последние пациенты, и были изучены серьезные побочные эффекты. В группе вакцинации были выявлены тысячи серьезных случаев в группе плацебо 986 событий. Дальше изучили список всех событий, которые находились в приложениях к базам данных. Мы изучили, рассмотрели группу женщин с серьезными побочными эффектами. У них было больше событий. Был еще один индикатор исходов, который говорит о том, что совершались определенные ошибки. Мы опубликовали эти данные с относительным риском 0,01. Но когда мы изучили этот список отдельных событий, не просто женщины с событиями, но самих событий, мы увидели, что мы сделали ошибку. То есть была допущена неточность в исследовании. Но эти результаты полностью правильные. Ну, считая, что мне сообщалось, что велся поиск чего-то другого. Был выполнен поиск определенного факта. Он был обнаружен, изолирован. И был признан фактом, который свидетельствует против наших фактов. В то же время мы изучили эти исследования, выделенные серым. Которые не выбрали мои коллеги из группы к охране. Мы увидели, что они не подходили по критериям выборки для нашего исследования. У нас были другие критерии. Тем не менее, некоторые различные исследования содержали данные о серьезных побочных эффектах. Когда мы посмотрели на сравнительный риск, на относительный риск этих забытых исследований, мы увидели, что 0,85 из них содержали данные. Мы увидели, что если бы они не включили серые исследования, мы бы увидели больше побочных эффектов. Мы думали так изначально, а тем не менее, правда оказалась совершенно противоположной. Мы увидели, что несколько исследований, невозможных сравнения, которые не говорят о клинических данных, а говорят о данных по безопасности. В то время как в контрольной группе пациенты получали только физраствор. Существует другое исследование, японское исследование. Мы затем выделили все исследования, вне зависимости от того, были они включены или не включены в контрольные анализы. Независимо от того, что они получали в контрольной группе, физрастворы, алюминиевые диванты, другие вакцины без алюминия, или вакцины с алюминиевым дивантом. И мы не увидели никаких разниц в количестве серьезных побочных эффектов. Конфликт интересов и независимость обзора, независимость исследования. Это было исследование априори, но также и апстриори, исследование наших конфликтов. Их охранская группа послужила арбитром и также судьей, они сделали вывод, что авторы обзора по ВПЧ в связи с строгой политикой, соответствующей охранским стандартам конфликтов интересов. Стасия Юргенсена была посмотра на одни из авторов, которые демонстрируют конфликт мнений. Наш анализ анализировали несколько авторов от 12 до 14, и одним из них был Тон Джефферсон, тот, кто был автором критического исследования, и у него были только небольшие замечания. В это время мы опубликовали на нашем веб-сайте нашу политику в области конфликтов интересов и наше описание политики в области сотрудничества с другими организациями, и мы создали определенный шаблон, который мы хотели бы поделиться с другими институтами, работающими в области общественного здравоохранения. Я до сих пор работаю в моем институте, в то время как второй автор был исключен из кохранского сотрудничества, а также из больницы, где он работал. И его критика к охранской системе была непосредственной причиной, но не единственной причиной такого исхода. Завершение. Это мой последний слайд, я думаю. Эта критика была эмоциональной, не было документации, плохое качество обзора было очевидным, не было оснований для вывода, сделанных относительно серьезных побочных эффектов, было достаточно большое число исследований, которые не были включены в обзор. Было довольно непонятный критерий выбора исследований и случаев. Также возможно влияние от вакцинального лобби. Тем не менее, это кохрановское исследование и критика. в начале степени негативной сказалось на кохранской коллаборации. И важна степень прозрачности, важна степень прозрачных данных. Особенность важна в области вакцинации, потому что мы ведем работу антивакцинального лобби. И это сильно влияет на мнение людей, женщин, докторов. Нужно подумать, как бороться с этим. Тем не менее, наше кохрановское исследование правильно синтезирует безопасность и эффективность двух и четырех валентных вакцин, обновление вне цены девяти валентной и другие вакцины, которые разрабатываются. Антивакцинное движение – это важная угроза, которая подрывает доверие людей, и необходимо найти решение этой проблемы. И это действительно последний слайд. Хотел бы поблагодарить организаторов, людей и слушателей за внимание. Большое спасибо, Марко. Есть ли какие-то вопросы от слушателей? Большое спасибо, Роланда, пожалуйста. Я думаю, что это очень здорово было получить это объяснение, потому что, как вы говорили, этот конфликт был использован группой антивакцинаторов в качестве предлога. Но я хотел бы попросить вас немножечко расширить информацию о ваших находках, может быть, дать предварительные данные про моделирование. Похоже, что четырехвалентные вакцины даже хуже, чем двухвалентные, согласно вашим данным. И это очень важная находка, потому что люди думают, что девятивалентные вакцины должны отвечать 95% людей, а по вашим данным, они получаются хуже. Я хотел бы предложить, что мы работали бы вакциной против бородавок, и это была бы девятивалентная вакцина. Существуют различные объяснения, но они все довольно-таки субъективные. Как вы видели, я также пытался найти артефакты в области исследований и вычислить определенные артефакты в группах и объяснениях, и найти какие-то аргументы. Но даже если мы используем статью, использованную, опубликованную национально-безидентном раке, как в которой касается гордосилы, группы и определений, мы увидим контрасты, что контраст становится немножечко меньше при гармонизации этих аспектов, но они не считают полностью. Возможно, что диван, который стимулирует иммунную систему, это молиоликулы, которые стимулируют тол-лайк-рецепторы, может быть объяснением. Также может иметь значение различия в форме ВЛП-комплекса, но пока не достигнут консенсуса среди иммунологов, которые объясняли бы эти различия. Поэтому я хотел бы спросить, как вы думаете, эти данные по эффективности, каково ваше мнение, какие ваши ожидания относительно политической области скрининга? У женщин, которые получили вакцинацию против ВПЧ, в реальной жизни вакцины оказывают различное влияние на программу скрининга. Программа скрининга начинается после 24, 25, 30. И инфекции все равно довольно-таки распространены точно на определенные моральные аспекты в плане начала скрининга. Как вы видите развитие ситуации в данном случае? Мы не можем ответить на ваши вопросы на основании данных исследований, но можем посмотреть на данные, которые уже получены на основании более 10-летнего опыта вакцинации. Существует хороший обзор на эту тему, которая была внедрена итальянской группой. Это статья Пола Русси. И он приходит к выводу, что можно начинать позже в программах скрининга ВПЧ на основании цитологии с возраста 25-30 лет. И дальше можно начать молекулярный скрининг на ВПЧ после 30-ти. И если есть когорты, которые в значительной степени привиты, то можно остановить этот скрининг в общей цитологии до возраста 30 лет. Возможно, можно рассмотреть вопрос более позднего начала скрининга, более длинных скринингов в вакцинированной когорте, более раннего прекращения скрининга, возможно, только один или два скрининга в течение всей жизни. Это все возможные предложения, но на данный момент не существует международного консенсуса. И да, хорошо, что мы можем посмотреть данные. Можем посмотреть, как меняется общая ландшафт в вакцинированной когорте. Потому что текущие программы скрининга, в том числе и программы молекулярного скрининга, дадут нам больше данных. И, естественно, нам придется адаптировать политику области скрининга, когда мы получим больше данных. Хорошо. Я думаю, что вытерпение времени нам нужно продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова